В аварии погибла Нижнекамка. В городе обсуждают экологическую безопасность и кадровые перестановки в мэрии. Об этом не только прямо сейчас. Меня зовут Алсу Юматова. Здравствуйте. Страшное ДТП произошло на трассе Нижнекамск, чисто полю деревни Верхние Челны. 31-летний водитель Chevrolet Cruze выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109. Травмы получили 6 человек. Для 45-летней пассажирки девятки они оказались несовместимы с жизнью. Остальные участники аварии были госпитализированы. Подробности в вечернем выпуске новостей в 18.30. Буквально несколько минут назад в муниципалитете началось совещание с участием министра экологии республики. При участии Артема Сидорова обсудят вопросы экологической безопасности. Сейчас наш корреспондент присутствует на совещании. Анастасия Шакирова передает по телефону. Добрый день, Алсу. Сейчас наша съемочная группа находится в здании муниципалитета. С минуты на минуту здесь начнется заседание с участием министра экологии Артема Сидорова. Одно из ключевых тем, которые будут обсуждать на заседании, это реализация экологической программы, которая сейчас работает в нашем городе. С работой было учитывая все те промышленные объекты, которые работают в Нижнекамске. Ее основная цель, конечно же, обеспечение экологической безопасности. После заседания Артем Сидоров планирует встретиться с молодежью Нижнекамска. Встреча будет проходить в НХТИ. На этот час у меня вся информация. Алсу. Сегодня на первом, после каникул, в деловом понедельнике, говорили о кадровых перестановках. Заместителем руководителя из полкома города назначен Владимир Федотов. Планируется, что в новой должности он будет курировать сферу ЖКХ, заниматься вопросами экономики и бюджета. Новым руководителем Совета территориальных общественных самоуправлений назначен Тимур Гореев. Перестановки в едином расчетном центре новым руководителем стал Венера Кошапова. Новым начальником городского архива назначили Зульфью Зинатулину. В службе взыскания за должности руководителем стал Фарид Гельманов. Также кадровые перестановки произошли на предприятиях «Чистый город» и в комплексном предприятии благоустройства. Первая победа нефтехимика. Хоккеисты уверенно переиграли альметьевский нефтяник в товарищеском матче. Наша команда разгромила представителей высшей хоккейной лиги со счетом 7-2. Лучшим бомбардиром стал Дэн Секстон, набравший в этой встрече 4 очка. Ворота нижнекамцев защищал Вилли Копани. В 5 часов мы снова выйдем в эфир и расскажем новые дома из старых кирпичей. Ремонт дорог не закончился и вспоминаем творчество Мусы Джалиля. О погоде сегодня в Нижнекамске плюс 21, солнечно, завтра будет дождливо и всего лишь 18 градусов. Пока это все, увидимся через 3 часа, не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»!